Дорогие зрители, доброе утро! Я собралась в Паду. Надеюсь, что вы присоединитесь, погуляете со мной. Сегодня я планирую посетить две церкви, ну и, конечно же, витрины, конечно же, стритстайл заснять. Хочу показать вам, как я одета и сделаю это специально перед зеркалом. Не буду выносить на съемки, когда не очень хорошо можно понять, что же на мне надето. Сегодня я, на самом деле, попыталась собрать тотал джинсовый лук, но у меня не получилось, потому что у меня нет пиджака-жакета джинсового. Здесь вместо пиджака-жакета могла бы быть джинсовая рубашка. Желательно мужская. И это не просто тотал джинсовый лук, это еще и полностью синий лук. И, как вы видите, я надеюсь, что вы разделяете мое мнение, что вот такие собранные в одном цвете комплекты, они могут смотреться очень интересно, очень выигрышно. Здесь мог бы быть тотал бежевый, все что угодно. Но я часто в последнее время на витринах обращаю внимание на тотал деним лук. И, соответственно, сегодня мне тоже захотелось выглядеть таким образом. Конечно же, я поменяю обувь. Это обувь на платформе, которая, на мой взгляд, здесь очень и очень уместна, потому что casual лук и, соответственно, каблук есть, не есть. Ноги удлиняют, но ходить удобно. Это очень хорошо. Но не могу не обратить внимание, конечно же, на платочек нагрудный. Тоже много раз говорила, что если у нас есть что-то на груди, куда можно платочек положить, это очень стильно, очень красиво. Топ подобран исключительно по принципу контрастности. Здесь хорошо бы смотрелась белая футболка, белая майка. У меня таковой нет, но у меня есть блестящая, поэтому, в общем-то, сегодня я буду блестеть и переливаться. На ноги надену самые-самые обычные белые свои кедики. Ну что ж, впадаю, поедем. Вы со мной? Ну что ж, впадаю, поедем. Ну что ж, вот она витрина первого магазина. Как вы видите, вещи достаточно теплые. Уже объявлено о распродаже. Вот такие красные, очень часто от руки написанные цен, означают не что иное, как готовность данного магазина к распродаже. Меня привлекает красивое сочетание цветов, а также компоновки, образы, составленные по правилу не более трех цветов в одном ансамбле. Посмотрите, как красиво сочетается вот такой насыщенный бирюзовый и серый почти графитовый. Но, повторюсь, для того, чтобы красиво сочетать цвета, необходимо их друг к другу прикладывать. Хочу обратить внимание ваше на сумку. На мой взгляд, здесь сумка другого цвета, контрастного, возможно, даже просто черного, либо насыщенного шоколадного цвета смотрелось бы лучше. Бежевая сумка в этом аутфите смотрится блекло. Очень красивое пальто. Это Blue Marine. И все очень красиво. Единственное, что будьте аккуратны с таким воротником, потому что, если у вас волосы вьющиеся, возможно, это будет смотреться не очень органично. Тоже монохромный комплект. И все достаточно красиво. Единственное, что здесь, посмотрите, контрастная сумка, на мой взгляд, это выглядит более красиво, более уместно. Очень простой лук с широкими джинсами. Мы часто видим на итальянках и, как вы видите, одежды, одежды из зимнего сезона, которые не успели распродать. 18 числа должно состояться открытие у нас здесь в Падуе. Все готовятся, готовят свои витрины. Хочу сказать также, что я поговорила непосредственно с владельцем одного из магазинов, витрины которого вам и показываю. Он сказал, что они не будут открываться 18 числа. И многие не будут открываться 18 числа на полный день, потому что, помимо того, что непонятно совершенно, сколько людей будут готовы зайти внутрь магазина и потратить свои денежки, что-то купить. В данном случае речь идет о магазинах с одеждой, которые, конечно же, не являются магазинами первой необходимости. Посмотрите, какой красивый образ. Граци милля, реведерти. Так вот, магазины не будут открываться, потому что люди не совсем понимают, по каким правилам должно состояться открытие. И, как мне и сказал, озвучил эту мысль владелец магазина, он просто боится штрафов. Он не хочет получить их в первые дни, когда еще совершенно непонятно, как должно открываться, сколько людей должно заходить, как должны обрабатываться помещения, поверхности, одежда, которая, возможно, была примерена, либо которую просто взяли в руки и захотели посмотреть. Посмотрите, какой красивый образ с белой рубашкой, юбка расклешенная и при этом низкий каблук. Я обратила внимание, что итальянки очень любят вот такой кэжуал образ. Он часто проскальзывал на весеннем стрит-стайле в прошлом году. Вот так люди теперь пьют кофе. Набегу, набегу, надевая маску потом. И это очень и очень удобный, красивый образ. Он часто бывает на витринах. Вот такая достаточно широкая юбка, цветастая очень часто юбка, а сверху именно белая рубашка и обувь на невысоком каблуке. Смотрится очень женственной и могу сказать по себе, что эти образы прекрасно вписываются в повседневную жизнь и очень-очень удобны, в особенности, когда мы выходим на высокие температуры. Посмотрите, наброшенный на плечи, хотела сказать шарф, но нет, это, конечно же, пулловер. Попробуйте так носить. Это кажется неудобным. Кажется, что будет соскальзывать пулловер, либо кардиган, либо, возможно, даже куртка, которую мы таким образом завязали. Но, тем не менее, все очень носибельно. И это именно манера таким образом носить одежду, которую в данный момент мы сняли. В данный момент она нам не нужна, потому что, возможно, стало тепло. У меня стойкое впечатление, ощущение совершенно, которое, скорее всего, меня не обманывает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, что стритстайл, он поменялся. Он стал более, прежде всего, манера людей, манера итальянок одеваться, стала более практичной, менее женственной. И очень много широких брюк. Мне кажется, прошлой весной, да даже осенью, мы еще не видели такого большого количества широких брюк в сочетании с достаточно все-таки балахонистым верхом. И если часто меня раньше спрашивали, Яна, а где полные итальянки, почему вы их не снимаете? И могу сказать, что я никогда не делала выборку по причине веса. Могу сказать, что итальянки за время карантина все-таки поправились. Я вижу чуть больше итальянок в размере не 38-40, который был всем нам привычен на стритстайле осеннем в особенности, а, скажем так, 42-44. И, возможно, эта изменившаяся манера одеваться, она связана с небольшим лишним весом. В гардеробе его нужно как-то, его нужно как-то вписать в гардероб, правда? Посмотрите, как красиво. Просто жакет. Золотые пуговицы, белые брюки. Могли бы быть бежевые брюки, смотрелось бы тоже очень хорошо и красиво. Так вот, не могу понять, это изменившаяся стилистика каждодневного гардероба, она связана с небольшим прибавлением веса, либо все-таки с изменением обстоятельств нашей жизни. Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, меня хорошо слышно. Я нахожусь на достаточно оживленной улице и нахожусь в маске. Сменили витрины, сменили витрины Макс Марий. Я показывала буквально на днях, как витринисты здесь трудились и работались. Давайте посмотрим, что же нам предлагается носить. На самом деле уже очень тепло, и все, что я вижу в витринах, не совсем по сезону. Но, тем не менее, тем не менее, брючный костюм красивого синего цвета. Хотела ли бы я себе такой? Однозначно, да, цвет очень красивый. Но брюки для меня широковаты. Я люблю либо широкие и зауженные, либо широкие и прямо-таки в пол. Вот такие брюки, не знаю, мне кажется, они не комплиментарны. Очень красивое платье. Я люблю такие легкие-легкие ткани на лето, при этом закрытый локоть даже, закрытую руку и под горло. Очень красиво, много драпировок. В общем-то, подобные платья можно много где встретить и найти, с чем их носить. С сандалиями будет очень красиво. Со спортивной обувью, если не очень жарко. Белые кедики, кедики подойдут здесь очень хорошо. Образ белой рубашкой и брюки вот с таким графичным рисунком в данной конкретной компоновке. Мне не очень нравится сочетание. Оно слишком бесформенное, но мне очень нравится принт на брюках. Я всегда обращаю на него внимание. На стритстайле, кстати, посмотрите, не отмыли еще витрину. Что ж такое? Поменяли одежду, манекенов переставили, а витрину не помыли. Наверное, будут делать это сегодня. И да, я говорила о том, что вот такой графичный принт в любом цвете, в черно-белом, в цветном. Он очень хорошо смотрится в casual компоновках с белыми рубашками, с куртками кожаными, с пальто, плащами. Это, кстати, очень летний принт. Он действительно очень-очень выигрышный. Смотрится очень необычно. Нелюбимые мной шлепки-шлепочки. Мне многие написали, что они мега-суперудобные. Ну что ж, возможно. Я, кстати, сегодня посмотрите в макосинах. Мне кажется, я выгляжу более элегантно, хотя могла надеть традиционные свои парусиновые кроссовочки. Но это, на самом деле, всегда вопрос компромисса. Как ты хочешь выглядеть, да, и на сколько удобства ты хочешь получить в своей обуви. Точнее, сколько удобства хочешь получить в своей обуви. Ничего мне здесь не нравится. Я считаю, что все очень надуманно. Все очень на худых, но худую фигуру вот таким огромным количеством ткани можно только испортить. Не совсем понимаю, на какую погоду рассчитаны эти аутфиты, потому что вроде все легкое, ткани тонкие, но ткани слишком много. Уже в 25 градусов в этом всем будет очень-очень жарко. Нельзя носить подобные компоновки в офис. И подобные компоновки, мне кажется, как-то странно и надуманно могут смотреться и на улицах города. Ничего мне здесь не нравится. Прямо-таки ничего-ничего. Ну вот, возможно, голубое платье, но подобный бант, он прибавляет очень много объема в районе живота, даже не в районе талии. И будет полнить даже ту, что очень худа, и прибавлять ненужный объем. Плюс эти банты очень плохо смотрятся. Даже на витрине как-то он неаккуратно завязан, потому что их трудно завязать, они заминаются. И по сути нужно каждый раз отглаживать, отпаривать ленты, чтобы завязать красивый бант. Обратите внимание, пожалуйста, на сумку. Вот такие соломенные аксессуары и соломки, они всегда, будь то ремень, будь то сумка, будь то головной убор, будь то обувь, придают действительно летней летности. Они передают и делают любой лук действительно более летним, более легким. И даже строгие костюмы, используя вот такие аксессуары, можно обыгрывать очень и очень по-летнему. Я люблю такой микс. И у кого-то из блогеров русскоязычных, я слышала, что не советуют так делать. Я же наоборот считаю, что для того, чтобы не раздувать гардероб, используя прямо-таки летние аксессуары с нелетними вещами, можно добиться очень стильных, очень выразительных именно летних легких компоновок. Я узнаю многих своих стритстайлеров даже со спины. И узнаете ли их вы? Я помню эту синьору. Помните, она была в красивом костюме, фиолетовый верх и красный низ. Она рассказала мне историю о том, что Валентина первая использовала такое сочетание цветов, назвала даже год и сказала, что с тех пор она очень часто сама использует такой прием в гардеробе. Было очень-очень красиво. Ну что ж, дорогие зрители, на сегодня это все. Впереди нас ждет огромное количество классного стритстайла. Мне очень приятно, что люди охотно мне позируют. На данный момент я не получила ни одного отказа. Я очень рада, что такие же модники и модницы, как я, которые также любят красивую одежду, одеваются красиво, несмотря на ту ситуацию, в которой мы все оказались. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok